ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Итак, в левой руке у меня внутренний документ, который используется как удостоверение личности гражданина Франции, так называемая carte identité française, а в правой французский загранпаспорт, который требуется для путешествия в дальние страны. Наличие этих двух документов дает право посещать 80 стран, включая США, без визы. Еще 60 стран с французским загранпаспортом можно посетить, получив визу уже на границе. Французское гражданство это такой неплохой бонус для тех, кто любит путешествовать. Самое же интересное, что получив французскую национальность, вы не утрачиваете гражданство своей страны. То бишь у вас вполне может быть двойное гражданство, например, французское и российское, как у меня. А это, согласитесь, еще один плюс. Но как же получить это самое французское гражданство или хотя бы вид на жительство? На самом деле все проще, чем кажется. Например, тайная мечта каждого француза – найти себе супругу из Восточной Европы. Возможно, они не всегда готовы признать это публично, но в глубине души все французы этого хотят. Поэтому самое простое для девушки – это вступить в брак с гражданином Франции. Брак с гражданином Франции вам дает право на годовую карту, которую нужно будет продлевать. При условии, что вы будете с вашим французом совместно проживать на территории Франции и платить налоги, вы сначала получите ПМЖ, а уже через три года сможете подать документы на получение гражданства. Наличие совместных детей может упростить процедуру, но в любом случае придется подождать еще года два-три, прежде чем все ваши документы пройдут через министерскую проверку, и вы, наконец, сами получите заветное французское гражданство. Кстати, дети, рожденные на территории Франции, у которых хотя бы один из родителей имеет французское гражданство, автоматически получают французскую национальность. А самый простой способ для обеспеченных людей получить французское гражданство – это открыть свой бизнес во Франции. Для этого вам понадобится гражданин Франции, который согласится стать директором фирмы, в которой вы выступаете учредителем, и некоторая сумма денег для открытия своего предприятия. После учреждения фирмы вы получаете карту коммерсанта сроком на один год. Карту коммерсанта нужно будет продлевать в течение трех последующих лет. При условии, что ваша фирма приносит доход, с которым вы платите налоги во Франции, через пять лет вам выдают десятилетнюю карту резидента, то бишь вы получаете ПМЖ. И уже через пять лет пребывания во Франции с карты резидента можно подать документы на получение гражданства. Главное – платить налоги и не нарушать законы. Также служба во Французском иностранном легионе дает право на получение сначала ПМЖ во Франции, а затем по окончанию пятилетнего контракта французского гражданства. Только не думайте, что сегодня Французский иностранный легион набирают всех подряд, как это показано в небезызвестном фильме «Легионер» с Жан-Клодом Ван Даммом. Во-первых, для поступления в легион вы должны прибыть во Францию легально и не иметь судимости. Во-вторых, вам придется пройти экзамен по физподготовке, психологические тесты и личное собеседование в так называемом гестапо. Ну и в-третьих, прежде чем надеть кепи-блан, подписав пятилетний контракт и получив статус легионера, вам предстоит пройти курс молодого бойца. А это довольно непростое испытание. Терпеть тяготы и лишения армейского быта и на пять лет добровольно отказаться от вольной жизни – это путь только для настоящих мужчин. Но в итоге по окончании контракта вас ждет много приятных бонусов и получения французской национальности. Это только один из них. Можно также получить статус политической беженцы. Это в том случае, если до прибытия во Францию вы проживали на территориях, на которых идут боевые действия, или государством создано такие условия, при которых жизни его граждан угрожает реальная опасность. Ваш запрос о статусе беженца рассматривает специальная организация ОФПРА, после чего при условии положительного ответа вы получаете карту «Азиль политик» сроком на 10 лет. И уже через 5 лет можете подавать документы на получение французской национальности. Сложность в том, что сегодня во Франции считается, что во всех бывших странах СНГ установлены демократические режимы. Поэтому для проживающих в СНГ заявку на получение статуса политического беженца просто не примут. И исключением составляют представители так называемых нетрадиционных ориентаций, сексуальных меньшинств. Если вы гомосуссуалист из Грозного, вам угрожает Кадыров лично, и вы можете предоставить документы, подтверждающие это, тогда, как говорится, bienvenue en France. Но будьте готовы к тому, что приятным бонусом вас попросят выступить публично на радио или телевидении с очернением ужасного режима и рассказом о тяготых лишениях вашей однополой жизни. Французские журналисты обожают показывать всему миру представителей нетрадиционной ориентации, которым посчастливилось вырваться из цепких лап Кремля. Также огромное количество не только девушек, но и юношей приезжают во Францию по программе FIOPER. Они проживают в семьях, ухаживают за детьми, но при этом параллельно учатся в каком-нибудь французском высшем учебном заведении. Получение диплома о высшем образовании во Франции дает вам право на ПМЖ. А уже через пару лет после окончания высшего учебного заведения во Франции вы можете подать прошение о получении национальности. Главное условие для того, чтобы не получить отказ, найти работу и исправно платить налоги. В процессе получения гражданства необходимо пройти собеседование в префектуре, во время которого состоится обязательный, но достаточно простой тест на знание французского языка, а также знание основных дат французской истории. Тест элементарный. Как видите, ничего сложного. Если у вас после просмотра моего видео возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, постараюсь на них ответить. А на этом и сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь ссылками. Au revoir et bientôt. Всегда ваш, Алекс Кутюр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok